Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Когда человек говорит на эмоциях вопрос – это говорит дьявол или сам человек? В Коране неоднократно сказано, когда человек говорит на эмоциях – это говорит человек или же дьявол. В Коране неоднократно говорится . Дьявол им приукрасил. В том числе есть четко и ясно аяты. На Umma.ru попробуйте тему джинны, есть там, и тема дьявол, тоже есть подробно там все эти аяты, хадисы приведены. А если коротко, в том числе упоминаются слова дьявола в судный день, когда люди по его указке, грешившие в земной обители в судный день, будут стараться свалить на него. Что это он на нас повлиял. И вы помните, в том числе, он там скажет . Бари – это вообще абсолютно чисто. Даже в моем богословском переводе я там поясняю, моих даже отпечатков пальцев там нет. То есть он супер безучастен и добавляет дьявола в кораническом тексте . Он говорит, ты в чем меня обвиняешь? Дьявол скажет. Я боюсь Аллаха Господа миров. Бари, я вообще никакого отношения. Я тебе приукрасил при любодеянии. Да, она так хотела, ты так хотел, вроде как все так хорошо было, она сказала, что она там обязательно никак сделает или там ислам примет, еще что-то. Или у тебя там было что-то, что-то, с женой ты поссорился, решил, может быть, все-таки по исламу вторую жену, еще что-то, еще что-то. Там столько сатана приукрасил, приукрасил, да, что там какой-нибудь там отель, мотель, карточку провел, оплатил ночь и все. И вот тебе тут все так было убедительно. Дьявол скажет. Извини, братан, Бари, я вообще никакого отношения не имею. Ты чего? Человек оказался в компании алкоголиков. Он вообще не пьет. Вообще. Но в то же время он в мечеть не ходил, ему родители не объясняли, что это плохо. Он видел, это как у одного молодого человека, я говорю, вот спросил. Хорошо. Ты попробовал легкий наркотик, который легализовали там и в Канаде, и в Европе. А почему? И молодой парень интересно ответил. Но сейчас же во всех фильмах, везде по телевидению, ты хочешь косяк? Косяк, да, говорю? О, на! Тебе легче станет. Когда он мне это сказал, я тоже вспомнил. Я говорю, слушай, при том, что я много кинематографа не смотрю, но там постоянно. У человека стресс. И вот другой подходит и говорит, а вот покури, полегчай. Причем там взрослые люди, бедные, богатые, полицейские, судья, врач, неважно. Ну вот, на, покури косяк. И подросток говорит, ну что, там в Канаде разрешили, где-то в Европе разрешили. Вроде как, что, расслабься, спокойнее становится. Это же не героин, он говорит. Да. Теперь касательно эмоций. Есть такая вещь, как захват миндалины. Говорят нейробиологи, психологи, те, кто изучают мозг. Однажды один из моих детей, когда ему было лет шесть, старших детей, мы сплавлялись по речке. И летом для развития детей, для самостоятельности детей. Для меня это было, конечно, сложно, но ради детей я терпел и считаю, что это правильно. И вот ребенок шесть лет. На завтрак каша. И стоит сгущенка. Он говорит, я буду сгущенку. Я говорю, нет, подожди. Сначала кашу, потом сгущенку. Ну, это пять-шесть лет. Послушайте, то есть это еще маленький совсем ребенок. Мы ему просто объясняем тысячи раз и все. Я ему говорю, послушай, терпения мне хватает. Как папе многодетному. Дай Бог, чтобы хватало. Я говорю, послушай, вот сначала кашу, а потом сгущенку. Ну, он же сгущенку-то уже увидел. Те, у кого дети есть, вы знаете, как их тянет на сладкое. Хорошо. Я говорю, нет, мой хороший, сначала кашу. Ну, когда уже пятый или десятый раз я сказал, ребенок, может быть, он не выспался. Еще что-то. Может быть, сгущенка, прямо так ему конкретно хотелось. Может, еще что-то. У него ба-бах. И он начинает орать, кричать, что только сгущенка и все. Это называется захват миндалины. Ребенок себя не контролирует. Здесь, конечно, один умудрился сказать рядом. «Ой, какой невоспитанный ребенок!» Я не стал исправлять этого молодого папу. У него дети, конечно же, воспитанные, а не роботы, наверное. У них нервной системы нет. Либо он просто не хочет это другим показывать. Я никогда не стесняюсь того или иного. Я не вижу смысла. Мне не важно, что люди подумают. Воспитанный он или невоспитанный. С точки зрения нейробиологии, это называется захват миндалины. Ребенок в этот момент себя не контролирует. И это абсолютно нормально. Нужно успокоить ребенка. Возможно, даже дать ему эту сгущенку. Он должен просто успокоиться. Но орать, кричать на него – бессмысленно. У него захват миндалины. Он полностью ушел в состояние эмоциональное, и префронтальная кора полностью отключается. Все. Здесь какой важный нюанс. О чем я сказал до этого в том числе, что не в моем стиле ругаться. Даже в эмоциональном состоянии. Хотя не знаю. Наверное, я бываю в эмоциональном, но, как с одним из детей говорил, он говорит, вот ты кричал. Я говорю, кричал? Ну, нет, не кричал. Я говорю, может, я повысил тональность? Да, ты повысил тональность. А я говорю, это другое. То есть, когда кричишь, это одно. Когда для убедительности подростка повышаешь тональность, чтобы он услышал, и более четко проговариваешь слова, без руганий, это совсем другое. Ну, такой воспитательный эффект. Хоп. То есть ты говоришь более четко и тональность повышена. И с акцентом на определенные слова, чтобы это как-то зашло в мозг. Поэтому, если человек в эмоциональном состоянии начинает орать, кричать матом, оскорблять кого-то, унижать, нужно понимать, что это его, часть его, часть его мозга, его бессознательного. То есть то Г, которое у него на подсознательном уровне стоит, оно просто-напросто здесь что-то там в канализации засорилось, и это Г начало вылезать на поверхность. Вот и все. Это тут ничего такого особенного. Это чистая водная нейробиология и законы канализации. Все. Дьявол здесь вообще ни при чем. Вообще. Он может только Зайена приукрасить. То есть вывод какой? Говорим ли мы вслух? Говорим ли мы про себя? После тазбихата дуа читаем. Либо кому-то какое-то наставление из детей проговариваем. То есть мы всегда должны работать в первую очередь с тем, что мы внутри себя. Нет смысла. Даже на днях я это сказал. Я не приемлю жить в два слоя. Я не понимаю людей, которые здесь говорят одно, там говорят другое. Это очень сложно для мозга. Здесь что сказать, что не сказать. Там что сказать, что не сказать. Это у тебя не жизнь, а уже какое-то там мучение сплошное. Но для того, чтобы ты был естественен, ты должен именно, что ты читаешь, что ты слушаешь, как ты говоришь, что ты думаешь. Ты должен это. Даже если ты набрался Г на каком-то этапе, не вопрос. Нужно просто отремонтировать эту канализационную твою систему, потихонечку мозг из-за неприменения плохого через 6-8 месяцев начнет стирать старые привычки. Словесные выражения, оскорбительные слова и выражения. Это нейробиология. То, что не применяется, оно умирает. И когда вы все больше начинаете говорить хорошее, думать хорошо, читать хорошее, слушать хорошее, происходит процесс замещения. И дьявол здесь ни при чем. Это просто ваша жизнедеятельность и ваша работа над собой. Понятен ответ? Отлично.